За годы службы Виктория Рябкова научилась максимально быстро собирать и разбирать боевой пистолет. Но главным своим оружием майор милиции считает все-таки традиционные женские качества, внимательность и терпение. Пройдя разные этапы карьерной лестницы, сегодня старший инспектор штаба Мозырского РОВД в основном занимается бумагами и признается, даже один день работы с протоколами и допросами иногда бывает сложнее, чем дежурство группе. Когда работала в следствии, интересно было и с подозреваемыми, и с потерпевшими, разные лица, разные ситуации. Интересно было доказывать, дело слаживаешь как пазлик такой. То есть, если есть цель доказать вину у лица, которая находится у тебя, по делу, которая находится у тебя в производстве. Потом уже на другие должности я приходила, там тоже работала в основном с документами. Точно так же различные ситуации, их тоже слаживаешь, как бы доводишь до логического завершения. Не стоит самоцель построить именно карьеру, вообще самоцель работать. Это все. Поэтому я не скажу, что очень сложно выполнять то, что тебе необходимо выполнять. Старайся не нарушать и сроки по документам, которые установлены для их исполнения. Выполняйте требования, которые к сотруднику предъявляются, и в принципе не будет, я думаю, никаких вопросов. С документами постоянно работают и представительницы самого женского отделения Мозырской милиции, службы по гражданству и миграции. Красивые блондинки, эффектные брюнетки, ломают стереотипы и выбирают одну из самых мужских профессий. Всегда хотелось служить, всегда хотелось носить форму, хотелось помогать людям. Я всегда была ответственной, всегда хорошо училась в школе, старалась всегда быть примером. И сейчас стараюсь быть примером для своих детей, для своих родственников, может быть, в чем-то. Строевую, огневую и физическую подготовку девушки-милиционеры проходят наравне с мужской частью личного состава. При этом всегда выглядят безупречно, даже если на работу пришлось вставать по тревоге. Нам сложнее в том, что мы еще, помимо того, что мы военнослужащие, мы еще матери, жены. У нас есть обязанности семейные, поэтому это налагает на нас больше обязанностей. Иногда тяжело совмещать семейную жизнь и службу, потому что, правильно вы говорите, у нас часто отработки, дежурства, ночные дежурства, праздники. Мы практически все работаем, не находимся со своей семьей. Дети к этому потихоньку привыкают. Им сложно тоже понять, но они гордятся, что их мама тоже служит, и они могут сказать, что мама у них милиция. Им к лицу и форма, и красивые улыбки. А в начале марта двойной повод для хорошего настроения. Ведь сразу за профессиональным днем милиции 8 марта. Весенние праздники девушки в милицейской форме обожают и никогда не пропускают. А самые женские подчеркивают их важную роль даже в условиях железной служебной дисциплины.